Друзья, у меня совсем не было памяти на телефоне, уже практически час ночи. Я, помните, сломала вилку? Я помыла посуду, я приготовила кушать, я поубиралась дома. Всё, что нужно, я поделала, всё, что собиралась поделать. Мигрень у меня продолжается. Я пью норофен. В основном вот этот я пью норофен экспресс. Я никогда не знаю, как он называется, я всегда прошу в капсулах. Там такие красные капсулы. Здесь 8 таблеток, но они бывают разные. 8, 10, 12, 16, много, короче. Разное количество тут. Вот. И только они мне помогают. От мигрени они мне не помогают, естественно, полностью. Потому что от мигрени по факту не помогает полностью, абсолютно ничего. Я, кстати, сейчас глажу вещи на завтра. Вот. Ребёнку в лагерь вещи себе. Владимиру. Вот. Не в лагерь, ему на работу. Мне просто, чтобы отвезти ребёнка в лагерь. Стретить, возможно, курьера. Возможно, завтра придёт мамина посылка наконец-то. Вот. Я вам завтра ещё выпущу мукбанг. Вот. Давно на моём канале не было мукбангов. Он прервался. Почему он прервался? Потому что... Ну, как завтра? Уже сегодня получается. Раз уже почти 12 ночи. Почти час ночи, да? Да. 12.54. Короче. Короче. Я это о чём. Значит. Выпущу мукбанг. Но он прервался. Потому что у меня закончилась память. У меня в последнее время вообще что-то телефон сыпется по всем фронтам. Память заканчивается неминуемо. Плюс Google Photo стал платным. У меня там тоже постоянно сейчас... Ну, почти 4 гига уже заняты из пока что 100 гигов. Но я чувствую, что скоро я буду заказывать уже на 200 гигов хранилища. Там больше и больше. Плюс Демир занялся блогерством с нового года. Он делает лайки. И где-то в июле, наверное, у него будет свой игровой канал. Он будет снимать прохождение игр. Вот. И хотим ещё завести Инстаграм. Ну, он хочет. А я не против. Так, давайте поговорим для начала о покупках. В общем, вот такой вот. Вот такой вот наполнитель для кошачьего лотка. Это древесный. Его, как вы видите, 8 видов. И это только в такой упаковке. А есть ещё в такой вот глянцевой, вот этой пластиковой, да? Глощённой. Он ещё больше. Его там ещё больше. Другой чуть-чуть дизайн. Но тоже Алиса. Это древесный. Тут очень-очень мелкие деревяшки. Очень мелкие. То есть прям. Ну, вот такие. То есть, видите? Они маленькие совсем. И коту удобно. Говорят, что коты непривередливы абсолютно. Им всё равно, что есть. Им всё равно. То есть, не всё равно, что есть. Но вот корм они привыкли к нему. Всё. Они нового ничего не хотят. Они не хотят экспериментировать. Им не хочется вкусненького. Типа, коты не люди. Я не знаю. У меня такое ощущение, что у меня кот не то, чтобы не это самое. Но он любит новенького. Он даже в наполнитель в один и тот же долго ходить не будет. Он в него походит какое-то время. Потом ему нужно поменять. То есть, наши фавориты это бентонитовый. Это мелкий древесный. Это силикогелевый. Силикогелевый надоедает быстрее всех. Он долго ещё не мог никак к нему привыкнуть. И вот этот вот с камешками такой, я забыла, как он называется. Просто то комкующий себя пишут, то впитывающий. Что-то такое. Короче, во все наполнители, кроме силикогелевого, он ходит в среднем где-то пару недель. А потом ему почему-то надоедает. Что-то его не устраивает. Вот в силикогелевом, может, неделю походит. Все остальные ему не нравятся. То есть, кто-то у меня, одна блогерка рассказывала о том, что у неё очень такой вот красивый, замечательный кот, но сильно пахнущий. И она попробовала чисто опилками пользоваться. И сказала, как это классно, как это замечательно, ничего не пахнет. Лёгкий, расхода меньше. Это дерьмо собачье. Неправда. Я какие только не пробовала опилки. Это чушь. Ну, мне не нравится. Это чепуха. Из всех наполнителей, которые вот больше всего коту нравится, это бентонитовый вот этот вот с шариками. Он есть ароматизированный. Единственный аромат, который ему не нравится категорически, это лимон. Вот. Ну, и то, сделать свои дела он всё равно. Он повредничает, но сделает. Не скажу, что с удовольствием. Куда-то в другие места он всё равно ходить не будет. Естественно, он сходит в лоток, но без удовольствия. Вот. Поэтому у кота тоже свои бывают предпочтения. Вот. Он точно так же и корм. Он может его есть, 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 например, влажный, да. А потом всё, как папка пошептала. Будет желешку из него вылизывать, вот там, ну, чуть-чуть может поесть самого корма и всё. Или соус повылизывает, и всё, там, и чуть-чуть этих подушечек. А полностью не будет доедать. Пока что единственный корм влажный, который он полностью доедает, это... Господи, я забыла. Сейчас я посмотрю название. Я тут собрала немножко, хотела с вами обсудить, какие карма нравятся коту. Сейчас. Проплан. Пури на проплан. Единственный корм, который кот просто именно влажным, если говорить, обожает. Вот этот cat show, cat show, я не знаю, как правильно произносится, но я думаю, вы поняли. Влажный корм, он его обожает и с кабачками, и с морковкой, он с чем угодно его любит. Он его прекрасно ест. Вот. Он от него прям в диком восторге от этого корма. Вот он его прям сжирает подчистую, аж вылизывает миску. Вот. Но привычный корма, обычный китик от вискос, вот он уже не с таким рвением ест. А корма вот такие вот там, типа там мурчик, там пушок, я не помню название, но вот в таком духе что-то. Такое сразу нет, вылежит соус. Я к подушкам даже не притронется. Значит, давайте дальше по покупкам. Нафтезин. Привет, аллергии. Вот. Нос опять перестал дышать. Вот такое яблоко груша малышам сок, Володька купил. Влажные салфетоны. Вот такие аура. Ультра комфорт. Хорошие. И, значит, перейдем к самому главному. Владимир приехал мне с пустыми руками. Смотря на то, что все было прекрасно и замечательно на тренировке. Все прошло гладко, все прошло шикарно в плане там самого выступления в первый день. Во второй день у них там небольшая техническая заквозка случилась, из-за которой они, ну, так солидно отстали, скажем. Первая команда выступила 2 минуты 10 секунд. Они выступили 4 минуты с чем-то. Третья команда выступила там минута с чем-то. То есть до 2 минут где-то. Вот. То есть третья команда первое место заняла. Вот. Я думаю, что ребята бы заняли гораздо больше мест, если бы, например, там не получили травму. Еще что-то. Владимир получил травму ноги в первый день выступления. Вот. Нас первый день не было, потому что я уже говорила, что мы так решили, что мы приедем только на второй день, когда будут соревнования с пожарной машиной, потому что ребенку это будет более интересно посмотреть. Вот. Пропустить 2 дня в лагере мы, к сожалению, не можем. Один день, да. Два дня нет. Вот. Поэтому мы присутствовали только на одном дне выступления. Вот. На втором. Володя приехал не с пустыми руками. Он занял второе место по теоретической подготовке. Он занял третье место по пожарной эстафете 4 на 100 метров. И он занял в общекомандном первенстве тоже третье место. Вот так. Вот такие вот медали. Две бронзы, одна серебро. Вот. Нога до сих пор опухшая. Ногу мажем вот. Нога болит у него. Это самое. Но он не жалуется, потому что он привык не жаловаться. Он привык, что вот он мужчина, он никогда не болеет. У него никогда ничего не болит. Он не жалуется. Он привык жить, действовать вот так. Наверное, это с одной стороны хорошо, с другой стороны не знаю. Мне всегда все равно хочется пожалеть ближнего и так далее. Но, наверное, когда мужчина ходит и ноет постоянно, это не норма, это не хорошо. И все-таки, я думаю, Володя молодец. Мы его поддержали. Мы очень обрадовались, что он приехал с призовыми местами. Я не снимала третью команду. Я не снимала, естественно, теорию, когда они отвечали. Вот теоретически вот свои знания. Я не снимала первый день, потому что меня там вообще не было на первом дне. Меня не было, когда выступала третья команда. Мы уехали, потому что я приехала с ужасной мигренью, с болью в пояснице. Я уже вся побледнела к тому времени, когда я дождалась самого выступления. Вот у меня стало жутко тошнить. И, в общем-то, у меня до сих пор очень болит голова. Но я говорила о нурофене. Нурофен мне помогает снять острую сильную боль. Все равно головная боль остается, пока не пройдет мигрень. Мигрень у меня от 3 до 9 дней. Целый день, каждый день у меня очень сильно болит голова на протяжении от 3 до 9 дней. Но нурофен помогает снять вот ту самую невыносимо острую боль, из-за которой я не могу даже двигаться. Мне тяжело даже в туалет, извините, пойти сходить или попить воды. Вот. Не то, что уже там, например, мыть посуду, готовить и есть. Ну, максимум я, естественно, могу чаще всего по закону подлости или наоборот, хорошо. Я либо успеваю приготовить что-то до мигрени, ну, либо тогда выручает доставка еды. Или Владимир что-то готовит, или что-то покупаю уже готовое на кулинарии. Но чаще всего я успеваю что-то приготовить до того, как начнется мигрень, потому что у меня обычно всегда есть еда. И просто разогреваю готовую еду первые несколько дней, когда головная боль максимально сильная. В общем, нурофен мне помогает снять вот эту вот самую острую, самую сильную боль. И вот эти вот там мигания какие-то в глазах, вот эту сильную резь в глазах, да. Что я могу хотя бы там двигаться, хотя бы там что-то делать, разговаривать, вот как с вами сейчас, да. Но головная боль остается, она не проходит, вот это давление прям на глаза такое, вот. Как-то так, вот. Я там все домашние дела поделала, поэтому по поводу команды, да, я третью команду не смотрела, меня не было на... Когда они устно отвечали, ну как бы меня им быть не могло там, потому что они, я так понимаю, там кому-то отвечали там сами, вот. А вот когда они вот с пожарной машиной, вот эта вся история, я сняла их соперников, они выступили первыми, и я сняла команду Володи, они выступали вторыми. После этого мы немедленно ушли оттуда, я пофотографировала, я поснимала немножко, когда мы только туда приехали, и ожидали самого выступления, поделала фотки, вот. Ждите фотографии в Инстаграме, теперь Инстаграм у меня немного отстает, потому что меня Дамир забомбил фотографиями и видосами, и я теперь не могу в этом немножко разобраться. Вот, потому что меня немножко забомбило даже теми фотками и видосами, которые я ему прислала, просто они ему сильно понравились, и он решил со мной теперь ими поделиться, вот. Когда-то я ему их присылала, да, эти фото и видео, а теперь он мне их решил прислать, и я теперь не могу разобраться, что куда до кучи. Так как у меня мигрень, это тоже усложняет всю ситуацию, вот. Меня немножечко попустят, я завтра выложу вам мукбанг, это видео, и еще несколько других. И заскочу в Инстаграм, кто меня потерял, я отвечу вам на сообщения, я разгребу Инстаграм, разгребу фотки, видосы, и обязательно отвечу на сообщения. Ну, я не обещаю всем, но многим, многим отвечу. Обязательно многим отвечу на сообщения. И также завтра, скорее всего, ну, вроде бы как написано 18-го по трекеру, да, который я отслеживала, вроде как завтра должна прийти моя посылка. Посылку мне должен будет принести курьер, и надеюсь, что на сей раз он мне ее отдаст. Потому что я узнавала на почте, он не имеет права мне не отдавать мою посылку. И я помню, что застала его врасплох вопросом. Он мне сказал, что на украинский паспорт он не может мне отдать мою посылку. Я говорю, хорошо, моя мама. А когда отправляла эту посылку, она уточняла этот вопрос. Ей сказали, что мне посылку отдадут, и все будет нормально, несмотря на то, что у меня украинский паспорт. Перед тем, как отправить, посылки мама отправляет огромные, и на хорошие деньги, извините, человек хочет подстраховаться и знать, что я ее получу. Тем более тогда были новогодние праздники, как бы не хотелось бы, чтобы посылка где-то потерялась, да. Вот, самой по себе ее отправить самолетом стоит достаточно дорого, вот. Дальше что? И я говорю, как бы у меня украинский паспорт, мама все это узнала. У мамы сейчас украинский паспорт. Вы ей тоже потом ее посылку, вот вы куда ее? Вы ее отправите обратно, мама тоже украинский паспорт. Вы ее ей тоже отдавать не будете, она будет кататься туда-сюда. Как она ее тогда отправила в таком случае? Или отправить она ее может, а назад получить? Она ее не может, она что, потеряется? Ее кто себе заберет? Ее утилизируют? В чем? Что за хрень вообще происходит? В общем-то, как-то так вот. Очень долго мне не хотел парень его возвращать. Я думаю, что он просто хотел маны-маны во все карманы, вот. И поэтому не хотел мне отдавать ее, вот. Ну, фигушки, блин, я свои права знаю. Я пошла и уточнила все эти вопросы. Все оплачено, оплачен курьер, все оплачено, все узнано и уточнено. А ты, зараза, мне? И позвонил еще какому-то хмырю и говорит, мы же не должны возвращать, отдавать посылку. Мы же не должны. А тут такой, не, вообще не должны. Пипец какой-то. Фу, такими быть. Тут вообще весь город, там половина приезжих. Все, ребятки, спокойной ночи. Заходите ко мне в инстаграм. Там вас ждут прекрасные фото, общения со мной, естественно. Пишите мне в директ, подписывайтесь на меня, ставьте колокольчик. И давайте дружить, давайте дружить. Смотрите мои видео. Все, пока-пока-пока. Спокойной ночи. А кто-то делает свои дела. Потом в душ. И байки. Все, пока-пока-пока. Еще. Я очень-очень-очень горжусь Володе. Он очень-очень большой молодец. И Дамир тоже им гордится. Сказал, что у него сегодня самый лучший день у Дамира. Он очень был рад поприсутствовать на этих соревнованиях. Его они очень впечатлили. Ему это очень-очень-очень понравилось. Вот, все. Теперь пока. Субтитры сделал DimaTorzok